Золотая шайба 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 Я бы хотела романтическую прогулку. Ну или поход в кино. Вот я люблю в кино ходить, например. Ну, наверное, бритву. Ну, я думаю, подарок подарить от всего сердца. Поздравления хорошие придумать. Ну, вообще, как бы подарок должен быть своими руками. От чистого сердца, вот. Ну, наверное, главное – внимание. А вообще, нужно каждый день дарить сюрпризы. И не обязательно ждать какого-то праздника. Чтобы этот день по-настоящему запомнился, предлагаем вам обзор праздничных мероприятий в Могилеве на 14 февраля. Совершить романтическое приключение приглашает «Тайм-кафе Небо», где одиноким сердцам предлагают провести вечер в формате быстрых свиданий. Дворец культуры области приглашает на концерт «Танцы, музыка, любовь». Кроме этого, всех гостей праздника в фойе дворца будут ждать фотозоны, мастер-классы и презентации изделий декоративно-прикладного искусства от могилевских ремесленников. Начало выставки в 12 часов, концерта в 18.30. Могилевский драматический театр предлагает посмотреть эротелирическую комедию в одном действии. Психоанализ – это искусство. Спектакль заставит зрителя задуматься и заглянуть под маску иллюзий современных отношений между мужчиной и женщиной. Кинотеатр «Родина» приглашает мегривчан на ночной кинопоказ премьеры фильма «На 50 оттенков темнее». Начало сеанса в 23.00. Будущие звезды хоккея. Школьники двух районов Могилева сразились за участие в областном этапе конкурса «Золотая шайба-2017». Финальный этап городского турнира прошел на льду Центра творчества детей и молодежи «Агат», где предстояло выбрать лучшую дворовую команду города. Сегодня чемпионат двора, завтра чемпионат мира. Под таким девизом проходит соревнование юных хоккеистов на призы президента Беларуси. «Золотая шайба» – это состязание лучших дворовых хоккейных команд, где участниками являются дети и подростки. В Могилевском городском турнире приняли участие школьники в двух возрастных категориях – младшая группа 12-13 лет и старшая группа – мальчики 14-15 лет. Такие соревнования мы проводим ежегодно. Участвуют команды Октябрьского и Ленинского района. Победители соревнований поедут на областные соревнования, которые будут проходить в городе Шклов. Школьники Могилева сражались не просто как дети, которые вышли постучать клюшками, а уже как юные профессионалы, чья звезда успеха только начинает гореть. Как тебя зовут? Максим. За какую команду играешь? За Октябрьский район. Участвую уже не первый год. Ну, очень жду этих соревнований. Каждый год, ну, конечно, все хорошо. Правда, часто горкам слишком проигрываю. Но в этом году все будет по-другому. В этом году мы победим. «Золотая шайба» проходит в Беларуси вот уже много лет. Для ребят всей страны это не только увлекательное соревнование и опыт, но и шанс заявить о себе. По итогам соревнований лучшим из лучших предлагают учиться в специализированных спортивных школах по хоккею, чтобы продолжить профессиональную спортивную деятельность. Благодаря таким соревнованиям, как «Золотая шайба», детский хоккей получил массовое развитие по всей Беларуси. По итогам финального городского турнира представлять наш город удостоилась команда Октябрьского района, где юным хоккеистам предстоит сразиться за место в республиканском турнире. На сегодня это все. Уважаемые могилевщане, ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфособакотв2.бай. Все выпуски программы «День города» доступны в нашем сайте официальной группе ВКонтакте и на канале YouTube. Не оставайтесь равнодушными, любите свой город! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова